Ребята, всем привет! Меня зовут Даня, это Тёма. Мы из компании ВК работаем на продуктном Рустор. Если быть конкретнее, то мы разрабатываем СДК, связанные с пушами. Сегодня Тёма нам расскажет про пуши чуть больше, чем все привыкли сталкиваться в своей поседневной работе. Перед тем, как начнем, хочу напомнить, что вы можете отсканировать QR-код и задавать вопросы в тг-чате онлайн. Ну и присутствующие конференции онлайн тоже могут задавать собственные вопросы онлайн. И оффлайн можете задавать после выступления и в дискуссионной зоне. Итак, передаю слово спикеру. Спасибо большое за представление. И да, действительно, мы сегодня расскажем вам про пуши в Русторе, про нашу СДК пушей. И для начала немного расскажу, почему я вообще рассказываю про пуши. Я, да, сейчас занимаюсь разработкой СДК пушей и там других СДКшек тоже в Русторе. До этого я очень много работал в интернет-рекламе и это наложило отпечаток на мое отношение к людям. И теперь хочется делать что-то хорошее вместе с вами, со всем сообществом, потому что СДКшки в Русторе это в первую очередь продукт, нацеленный на разработчиков и мы хотим, чтобы ими пользовались и хотим сделать вам приятно. Вот. Да, про пуши. Начнем с того, что сейчас вообще в принципе есть на рынке, чем сейчас пользуются люди, как это все работает. Очевидно, что ФЦМ. Да, ФЦМ здесь, наверное, все знают, что такое Firebase, что такое Firebase Cloud Messaging, все его используют. Даже если вы пишете на iOS, то все равно вы можете там через админку Firebase отправлять пуши. А PNS это тоже такая же самая классика, как ФЦМ, только для яблочных телефонов и там все тоже дорого, красиво, уже давно работает, все это понятно. Есть еще HMS, это Huawei mobile сервисы, которые появились совсем недавно, они сейчас только набирают обороты, но их уже нужно учитывать тоже, если вы работаете в России, делаете мобильные приложения под Android в России, то рано или поздно, если вы еще их не рассчитываете на них, то вам все равно придется их подключать. И, конечно же, всякие экзотические вещи типа Авроры, там тоже есть пуши и какие-то кастомные решения вроде Unified Push. Это созвучно с тем, про что мы сегодня будем говорить, но это не то. Это немножко отдельная штука, про которую в конце тоже подробнее расскажу, что такое Unified Push. И начнем с того, что да, во-первых, локализация рынка, как оказалось, неизбежна. Свои магазины будут появляться, наверное, не только в России, они будут появляться в других странах, потому что все посмотрели на эту ситуацию и поняли, что ну окей, мы все поняли, будем как-то что-то думать над этим. И, соответственно, необходимость транспорта Буша, она возникла как раз вот из-за этой проблемы, из-за этой локализации. И в прошлом году мы начали делать свой транспорт. Почему, как, зачем и что из этого вообще получилось? Ну, очевидно, да, что мы защищаемся от блокировки, потому что если Google рано и поздно придет, скажет, все, теперь айпишникам из России нельзя отправлять Firebase ничего, то это будет очень печально. Это будет такой черный четверг или коричневый четверг, наверное, что-нибудь такое запомнится в истории. Во-вторых, да, мы стараемся повысить доставляемость, потому что Firebase — это гугловая штука. Google, конечно, все очень круто делает, но я даже не представляю, какие мощности ему нужно держать для того, чтобы делать бесплатные пуши для всех желающих. И они очень экономят на всем, поэтому 100% доставляемости вы там тоже не получите, потому что это очень дорого для Google и не особо ему нужно. И, конечно же, гибкость, возможность какого-то кастдева. Опять же, возможность послушать вас, что вы скажете, что вам нужно в SDK-шке. Мы такие почешем голову, вернемся и сделаем эти решения и покажем вам снова. С Google такое очень сложно сделать. Мы здесь живые люди, доступные, мы не отвечаем в Google Play письмами от роботов. Мы самые близкие к вам. Как вообще работает кастомный транспорт? Из чего он состоит? Все работает через некоторый дистрибьютор. У вас на девайсе должно быть что-то, что должно от сервера получать пуш и дальше передавать конечному приложению. Мы это называем хостовое приложение или дистрибьютор, но так или иначе он должен быть на девайсе. И это может быть не один дистрибьютор, это может быть несколько таких приложений, которые получают пуши от сервера и передают дальше их уже конечным приложениям. Вот так сложненько выглядит схема. На самом деле для нас она, наверное, уже максимально понятна, но с первого взгляда кажется, что все достаточно сложно. В этом докладе мы особо сильно не будем останавливаться, разбирать все кусочки, но некоторые моменты для понимания все-таки нам нужны. Во-первых, у нас есть авторизация, потому что без авторизации мы не сможем работать. И сейчас у нас это VKID, плюс там еще некоторые нюансы. Но в основном, да, в основном это VKID, так как мы работаем в ВКонтакте, у нас Рустор, в который все входят через VKID. То для того, чтобы подписаться на пуши, человеку тоже нужен VKID. Зачем вообще нужна авторизация? Это тоже частый вопрос. Да потому что нас просто зафлудят. Если мы не будем проверять никакую авторизацию, то у нас никакого редиса не хватит. Придут любители VK, любители Рустора и нагенерируют нам миллиарды токенов, которые мы никуда не сможем делать, и мы просто встанем. И да, у нас есть свой сервер для авторизации. Это такой прокси-сервер, который делает обертку над всеми доступными авторизациями. Да, в основном у нас это VKID, но мы не ограничены. Мы понимаем, что VKID сытым одним не будешь. Есть много авторизаций в мире, и поэтому у нас есть такая надстройка над разными авторизациями, которая позволяет проверять пользователя в разных местах. Это и VKID, это и в Мэйлее. Возможно, в будущем тоже какие-то сервисы авторизации появятся и дополнятся. Вот так это работает на конечном приложении, на конечном девайсе. Есть некоторый сервер, в который отправляется пуш. Рустор, который стоит на девайсе, устанавливает соединение с этим сервисом, сервером, веб-сокетом или что-то по соединению устанавливает. И обратите внимание, что здесь именно указан рустор, потому что с бэкендом держит соединение не конечное приложение, а именно вот тот самый дистрибьютор, которым выступает рустор. Он соединяется с бэком, и он держит в себе все соединения, и, соответственно, все пуши через него проходят. Да, запускается веб-сокет в самом русторе. Соединение держится на стороне рустора. Это очень помогает нам снизить расход батареи, потому что если бы все конечные приложения держали соединение к нашему серверу, то, очевидно, это был бы очень большой расход батареи, и очень сильно напряжено было бы для девайса. Так делать никто не будет. И, конечно же, у нас есть проблема с тем, что рустор, мы очень сильно стараемся работать в фоне постоянно, но Samsung, Xiaomi, все эти китайские девайсы, это просто очень большая боль, потому что даже если мы получаем разрешение на отключение энергопотребления, то нас все равно рано или поздно убивает система, и мы перестаем работать, пытаемся заново подняться. Очень много всяких хаков используется, но все равно это не идеально все. И если вы хотите подробнее узнать именно про то, как устроен наш транспорт кастомный, то есть замечательный доклад с прошлого хайлоуда от Кирилла Алексеева, который очень активное участие в разработке всей этой системы принимал, и там очень подробно рассказаны вот те вещи, которые я сейчас упомянул, там можно прям очень подробно про все это посмотреть и послушать. И еще один нюанс, что совсем недавно мы добавили возможность работы не через один дистрибьютор, то есть до этого у нас был только Roostor, как источник правды пушей, который стоит на девайсе и который дистрибьютит, распределяет пуши между конечными приложениями. Сейчас это может быть несколько приложений в ИК. По умолчанию мы работаем через Roostor, если там на девайсе стоит только Roostor. У нас есть алгоритм выбора так называемого мастер-дистрибьютора, и если что-то происходит с Roostor, то мы можем переключиться на другое приложение и начать гонять пушей через другое приложение в ИК. В таком случае мы должны учесть то, что нам нужно делать меньше idle вызовов, потому что это опять же энергопотребление, и мы не можем там, например, каждую секунду проводить выборы, выбирать там, какой девайс лучше, какое приложение лучше для доставки пушей, какое хуже. Очень, как по мне, достаточно сложный алгоритм используется, выбор этого мастера. Сбор данных со всех дистрибьюторов, отправка на сервер, на сервере этот алгоритм выбирает и говорит, кто лучше всего подходит. Собственно, да, нужно выбирать самый подходящий дистрибьютор, у которого больше всего разрешений, который лучше, стабильнее всего работает, у которого самая свежая версия. Достаточно много всяких критериев нужно учесть, чтобы выбрать мастер-дистрибьютор. И тоже частый вопрос, наверное, а если мы все пуши гоняем через Рустор, то, наверное, вы их читаете, да, или, наверное, там можно как-то подстроиться, эти пуши получить. На самом деле, да, особо нельзя, потому что мы тоже за безопасностью достаточно сильно следим. У нас очень большой отдел безопасности в Русторе, очень хороший, который кровь нам пьет тоже так еще неплохо. И мы, во-первых, проверяем подписи всех приложений, и клиентских, и приложений дистрибьюторов, и если подписи не совпадают, то приложение пуш не получит. То есть даже если вы просто прикинетесь с Рустором, но у вас подпись не будет совпадать, то отпечаток подписи, то никакого пуша вы тоже не получите, вы не сможете там подключиться к нашему серверу. Мы всегда храним список актуальных дистрибьюторов, у нас их может быть много. Этот список хранится у нас на сервере, то есть этот список тоже подменить нельзя, потому что он там на нашей стороне формируется и отдается. И выбор мастера, того дистрибьютора, через который все пуши будут гоняться, он тоже происходит на сервере отдельным алгоритмом, который всю эту информацию анализирует и говорит, что вот через это приложение мы будем работать. Поэтому этот алгоритм тоже как-то подменить не получится. И, опять же, для экономии батареи и для достоверности у нас этот алгоритм выбора мастера производится на одном приложении, которое мы называем про себя Арбитр, такое служебное название, но он у нас отвечает за то, кто сейчас будет дистрибьютировать пуши. Конечно, решение не от хорошей жизни появилось. Все мы понимаем, что первая причина – это защититься от блокировок. И у этого решения достаточно много минусов. Конечно, самый главный плюс – то, что мы защищаемся от блокировок. Он перевешивает все эти минусы, но минусы есть, и их тоже надо учитывать. Первый минус – это, конечно, недостаточное покрытие. У Рустора не такое уж большое DAO, как хотелось бы. Оно, конечно же, вырастет со временем, и Рустор будет стоять на всех девайсах в России, я в этом уверен. Но пока покрытие недостаточное. Мы над этим работаем. И опять же, вот этот алгоритм с возможностью работы через несколько приложений ВК, он тоже в том числе для того, чтобы этот минус как-то нивелировать, потому что другие приложения у других приложений значительно больше, там, DAO, MAO и так далее. Опять же, мы добавляем вам некоторую головную боль, потому что если там какие-нибудь менеджеры нас послушают и придут к вам в понедельник и скажут, слушайте, мы тут узнали, что у Рустора пуши есть, которые Google не заблокирует, нам нужно их интегрировать. И вы с понедельника там начнете еще одни пуши добавлять в ваше Android-приложение с болью, с ненавистью, с написанием гневных писем к нам в поддержку. Вот. Это тоже, как по мне, это тоже такой минус. И, ну, нам очень сложно угнаться за Google'ом и даже за HMS'ом. У нас, конечно же, нет всех плюшек, у нас нет такого мощного инструмента, как Firebase с его админкой, у нас нет такой аналитики, как у Firebase. В общем, очень много чего нет, что сейчас уже есть у Firebase. И чтобы вот над этими минусами как-то попытаться их исправить в лучшую сторону, мы подумали и решили, что нужно сделать некоторую универсальную SDK для пуш-уведомлений, которая будет нужна вам, собственно, разработчикам. Я тоже, как разработчик, в принципе, подумал, а как бы я хотел бы интегрировать эти пуши, и что я не хочу по три раза добавлять одну и ту же, по сути, логику. Я хотел бы что-то одно, что я интегрирую один раз и буду этим пользоваться. И если вдруг что-то новое появится, еще кто-нибудь какой-нибудь транспорт сделает, то у меня все это уже было готово, и мне самому ничего не надо было делать. Вот. Мы подумали и сделали такой универсальный SDK, Universal Push SDK в Русторе, где будет подключение FCM, подключение HMS, подключение транспорта Рустора. И, в принципе, нам ничего не мешает в будущем там либо через серверный протокол интегрироваться с другими, там с той же Авророй или с тем же PNS-ом, или на стороне девайса интегрироваться с Unified Push'ами, которые отдельная штука, про которую я отдельно расскажу. И, возможно, если что-то новое будет появляться, да, там Яндекс, например, сделает свой транспорт для Push'а, то мы тоже смогли бы его интегрировать в свое SDK. В общем-то, идея такая витающая на поверхности, мне кажется. Не особо сильный rocket science, но, тем не менее, надо было сделать. Да, Universal Push — такой набор пакетов, на самом деле, в которые вы просто подключаете себе в приложение и пользуетесь. Очень много конкурентов у нас. Понятно, что, опять же, как я сказал, такая идея, которая достаточно общая. Мне кажется, все об этом рано или поздно задумывались, во многих компаниях уже что-то написано. У Яндекса в AppMetric'е уже давно есть такое решение, когда вы одну SDK-шку подключаете для HMS'а и для Android'а, например. Своего транспорта у ребят нет, возможно, есть. Если есть кто-то из Яндекса, расскажите, есть ли у вас свой транспорт, планируется он или нет. Тоже будет очень интересно. Ну и вообще, в целом, на рынке очень много всяких сервисов и SDK-шек, которые отправляют пуши, и не только пуши, они могут еще и смски отправлять, веб-пуши на HMS, на Android. Но у них у всех нет своего транспорта. Как пользоваться Universal Push'ами вообще, в принципе? По сути, это четыре пакета. Один пакет с общим интерфейсом и три пакета, которые оборачивают стандартные FCM и HMS, в том числе и наш транспорт, оборачивают и подключаются в зависимости от того, что вам нужно, какой набор пакетов вы хотите использовать. Если вы выгружаетесь в Google Play, то вас никто не выпустит там с Huawei пакетами, поэтому вам не нужно подключать Push' HMS, наш пакет. Если вы выгружаетесь в Huawei, то, соответственно, ситуация обратная, вам не нужно подключать гугловые пакеты и, соответственно, вы собираете в таком виде приложение. Выглядит это все тоже максимально просто. Пакеты доступны у нас в нашем Huawei на репозитории публичном и с помощью флейвера можно эти зависимости разруливать. У нас есть на Gitflicky, это такой русский аналог GitHub'а для тех, кто не знал. Так вот, на Gitflicky у нас есть пример с флейверами и с тем, как пользоваться всеми этими пакетами. Он такой достаточно подробный, и мы все это тоже еще будем улучшать, чтобы было максимально очевидно и понятно, как этим пользоваться. Сама инициализация вот этого универсального клиента, она выглядит, ну, тоже довольно очевидно. Есть какой-то общий клиент, и у него есть три провайдера, которые вы инициализируете в зависимости от того, что вам нужно. Тоже ничего сложного. И получение токенов. Если в каждом отдельном провайдере у вас есть метод GetToken, когда вы пользуетесь FCM, вы вызываете метод GetToken или Token, то здесь точно такой же метод, только с S на конце, который возвращает вам мапу с ключ-значением, какой провайдер и какой ключ у этого провайдера. Если у вас уже подключен FCM или HMS, то вы точно так же можете их использовать. Вам не нужно прям отказываться от того, что у вас уже есть, и переходить на наше решение. Это вот то решение той самой проблемы, что менеджер к вам в понедельник придет и скажет, нужно подключать TrueStore, а вы говорите, ну мы уже через FCM работаем, то теперь вам не нужно вместо FCM подключать или что-то выдумывать, какие-то свои мосты. У вас теперь есть, уже сейчас есть сервис, который получает пуши или токены через FCM, который называется Firebase, что-то там сервайс какой-то. Вы можете в него добавить вот эти два метода, процесс токены и процесс месседж, и это все перенаправит пуш к нам. И если этот пуш отправлен с нашего сервера, с нашего бэкэнда, то мы это поймем, и уже можно будет обрабатывать это все в нашей логике. То есть старый код у вас никуда не девается, старая отправка пуши никуда не девается. Вы можете очень плавно переходить на это решение, если вам это будет нужно. Какие возможности у нас есть? Да, опять же, нам все еще далеко до Google, но тем не менее. Во-первых, можно отправлять пуши одновременно через FCM и через Roostor. Это тоже такой плюс, наверное, больше для менеджеров, потому что мы говорим, что мы на несколько процентов можем поднять доставляемость в таком случае. Если вы работаете там в каком-нибудь финтехе, или у вас нужно АТП-такены посылать, это может быть достаточно большим плюсом, потому что АТП-такен, если не пришел в пуши, его отправляют смс. И смс – это деньги. Если вы на 5% сможете сократить количество смс-ок, то вы сможете на 5% сократить затраты на отправки смс-сообщений. Это достаточно большой плюс. И мы пытаемся повысить доставляемость отправкой сразу через два канала и дедупликации на стороне SDK-шки этих сообщений достаточно неплохо работают в будущем. Пока что мы еще тестим. И второй плюс – ВК – это вообще, в принципе, экосистема. У нас довольно много всяких решений. В том числе есть трекер, тот самый MyTracker. И мы хотим сделать такую универсальную штуку, которая может работать как отметрика, которая получает профили пользователей из MyTracker, возможно, еще из каких-то других, из того же VKID. Там тоже достаточно много информации о пользователях хранится. При подписке на пуш у нас, как вы помните, надо на VKID регистрироваться. И в таком случае мы можем делать рассылку пушей по таргетингам. Причем мы не такие большие, как Google. У нас пока не такая большая нагрузка. И в принципе, мы можем даже предоставлять такую API-шку. Пока что над API-шкой мы думаем, но в интерфейсе это точно будет. Можно будет отправлять пуши по таргетингам из MyTracker. И еще планы на будущее. Сейчас максимальная фантазия. У нас достаточно большой roadmap. Мы над этим всем работаем. Но опять же, хотелось бы про это рассказать, чтобы понять, что вы об этом всем думаете. И вообще, нужно ли это сообществу людям. Своя админка. Понятно, что нужно сделать что-то похожее на Firebase. Периодические компании. Для маркетинга без этого никуда. Периодические компании нужны. Контроль доставки. Это опять же в тему о тп-токенах, о экономии, улучшении доставки и так далее. Если мы сможем хотя бы сообщать о том, что пуш точно не дошел, то опять же, это очень сильно упростит разработку некоторых процессов. Локализация. Firebase хорош, но в Firebase, во-первых, в бесплатной версии, во-первых, всего 10 компаний периодических можно завести. А во-вторых, если вы хотите эти компании отправлять на разные страны по разным языкам, то у вас ничего не получится. Вам нужно отдельную компанию под каждый язык заводить. И, возможно, это тоже вопрос такой достаточно провокационный. Разработчики никогда не любят рекламу. Они такие, фу, это зло вообще, это смерть. Не надо делать рекламу. Но при этом ваша зарплата, она в основном с рекламных денег, на самом деле. И мы думаем над тем, чтобы, возможно, когда-нибудь в будущем дать разработчикам возможность отправлять рекламные пуши. Если вы хотите, конечно, то есть если вы какой-то независимый разработчик и хотите заработать немного денег, то вы включаете рекламу в пушах и зарабатываете немного денег, ну или много, в зависимости от вашей жадности. Интересно тоже, достаточно аккуратно это надо делать, потому что такие репутационные штуки, поэтому тоже интересно пообщаться и понять, насколько это нужно. И какое вообще будущее у пуш-уведомлений? Что их ждет? Куда все идет и как все катится в бездну? Честно, не знаю, будет ли ру-андроид. Возможно, будет, возможно, нет. Пока что не очень понятно. Точно есть Аврора с флаттером. Если вы были на докладе, вообще впечатляет. Но если будет ру-андроид, то мы уже готовы, в принципе, встраивать туда пуши, потому что все сервисы у нас готовы. И вопрос только в целесообразности всей этой штуки. iOS вообще больная тема. Они могут работать, да, через universal push SDK. Мы можем через сервисы самого iOS, самого Apple отправлять. Но там нет никакой фоновой работы. Мы не сможем там свой фоновый процесс держать. Поэтому очевидно, что какие-то вменяемые пуши отдельные от Apple мы сделать там не сможем. И интересная штука Unified Push. Не знаю, слышали вы про нее или нет. Это такая сравнительно новая штука. Потому что не одни мы задумываемся о проблеме корпорации. Да, о проблеме того, что там Google управляет всеми пушами в андроиде. Читает всех нас, CRU там и все такое. Появился проект от сообщества Unified Push. Это... Что это вообще такое? Это протокол. Вот такой. Который описывает то, как нужно доставлять пуши на конечное приложение через тоже своеобразные дистрибьюторы. Но он похож. Это ребята делают что-то похожее на то, что мы делаем в Русторе со своим транспортом. Но с некоторыми отличительными чертами. У нас это все достаточно закрытая штука. И мы там не делаем это как протокол какой-то открытый. Потому что там с версионностью мы совсем по-другому работаем. И ребята прямо вот сказали, вот такой протокол. Можете написать в свой дистрибьютор, можете написать в свое приложение, которое общается с этим дистрибьютором. Можете написать в свой пуш-сервер. И если у пользователя на девайсе будет дистрибьютор, то он там сможет выбрать через что получать пуши. Могут быть разные пуш-серверы, могут быть разные дистрибьюторы. Похоже на то, что мы делаем. И какие плюсы у этого решения? Получать пуши не через FCM, а получать пуши через какое-то другое приложение, которое стоит на девайсе. Сам протокол очень простой. Там есть всего четыре команды. Это зарегистрироваться у дистрибьютора, отрегистрироваться у дистрибьютора, получить пуш, удалить пуш и так далее. Он действительно очень простой. Там за один вечер можно почитать, понять, что происходит. Действительно очень простая логика на стороне этого протокола. Она абсолютно никак вас не ограничивает. Вы можете поверх этого протокола наворотить что угодно. Свои там месседжеры, свои там какие-то опять же ОТП процессы и так далее. Все, что хотите. И пользователь может сам выбрать, через какой канал он получает пуши. В отличие от Firebase. Я такой Ричард Столман. Я, в общем-то, не хочу пользоваться гугловыми сервисами. Я хочу выбрать, через что я получаю пуши, чему я доверяю. И в случае с Unified Push пользователь действительно может выбрать дистрибьютор, через который он хочет работать, и сервер, через который он хочет работать. Но тут очень огромные минусы, потому что на конечном приложении, на конечном девайсе может быть несколько дистрибьюторов. Они все будут работать в фоне, и они сожрут вашу батарею за 15 минут. Пуш-такен удобнее, да, потому что в FCM получается просто обычный пуш-такен. В случае с Unified Push получается такой большой URL, который отправляется на сервер, и по этому URL нужно будет отправлять пуши. Это максимально неудобно, максимально неочевидно, непонятно, и никто не привык с этим работать. И опять же минус в том, что пользователю нужно выбрать, через какой дистрибьютор он работает. Если вы не Столман, если вы моя мама, то вы там никогда с этим не справитесь вообще. Что происходит? Я просто хочу получать пуши, а здесь мне предлагают 10 дистрибьюторов пуш-уведомлений. Вот, поэтому это такое очень гиковское решение, которое точно пока что не подходит для массового пользователя, но очень интересно за этим наблюдать, потому что это такой звоночек, что в принципе в мире начинают задумываться о том, что так, постойте, у нас же все пуш-уведомления через одну компанию ходят, ну или через две. Пока что в Русторе точно не будет официальной какой-то поддержки Unified Push, потому что кажется, что это невыгодно, не то, что нужно. Все-таки мы работаем там на массовых пользователей, да, опять же там на обычных пользователей, которые не готовы выбирать дистрибьюторы, они хотят просто получать пуш-уведомления, как они делали до этого. Но интересно это потрогать, и возможно когда-нибудь какая-нибудь неофициальная поддержка появится. На самом деле все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Тёма. Очень классный клад, мне сильно понравился. После этих слов жду АПЗП. Он просто мулит, если что. Так, давайте тогда перейдем к вопросам. Сейчас я чекну чатик, там ничего не было. И кто-то пишет вопрос, ну давайте пока оффлайн в зала. Надо было тянуть с вопросами до последнего. Добрый. Спасибо за заклад. Было очень познавательно. Увидел на слайдах такую информацию, то что когда мы подключаем FSM, мы отключаем HMS для, соответственно, Google Play. Что будет универсальными пушами от Рустора? Как будет относиться Google Play к этому? Или Huawei? На самом деле особо никак к нам сейчас не относятся. У нас, ребята, тот код, который отправляет наши пуши, который доставляет наши пуши, он уже есть в Google Play. Сейчас есть приложения, которые выкладываются с Firebase'ом и с нашими пушами в Google Play. И с ними ничего не происходит. Но они, в общем-то, не нарушают никакие комплайнсы Google. Так-то, в общем-то, если вдруг они не ведут санкции против VK или Рустора, то тогда, возможно, что-нибудь будет. Но сейчас, на текущий день, каких-то проблем мы не слышали. К нам не приходили в поддержку, не говорили ни разу, что я вот взял ваши пуши, выложил в Google Play приложение, и меня заблокировали. Наоборот, мы знаем действительно приложения, которые работают и с нашими пушами, и с Firebase'овскими пушами в Google Play, и с ними все хорошо. Да, здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Есть несколько вопросов, потому что тема, на самом деле, актуальна, особенно в некоторых регионах наших уже, на самом деле, не приходят пушить через FSM. И несколько вопросов тут возникает. Вы говорили про авторизацию через VKID, и я, если честно, не до конца понял, где конкретно должна быть эта авторизация. То есть вот мы в нашем клиентском приложении, допустим, через VKID, в принципе, у нас там нет поддержки или что-то еще, то есть мы должны ее добавить, или как-то там у нас через 100 аус должен потом это бэкэнд разрулить с вами. То есть я тут не очень понимаю, как конкретно вот этот вот флоу будет работать. На самом деле все проще, да, наверное, я не очень очевидно рассказал. Авторизация на этапе подписки через дистрибьютор. То есть в дистрибьюторе должна быть авторизация. То есть если мы пуши доставляем через Рустор, в Русторе VKID используется для авторизации. Соответственно, только на этапе регистрирования пользователя в Русторе эта авторизация проверяется. То есть, извините, чтобы человек получал пользователь, ему просто нужно залогиниться в Русторе. Совершенно верно. Ну все, это очень хорошая новость. Либо если мы работаем через другие VK-шные приложения, например, через почту, то ему нужно зарегистрироваться в почте. В таком контексте. Все, я понял. И еще пару таких прям маленьких вопросов. Про рекламный пушит наброс был. Ну то есть я правильно понимаю. Очень интересно. Да, я правильно понимаю то, что в целом, вот я как разработчик, например, очень захотел там нажиться на пушах, но в целом пользователь просто зашел в настройки Андроида, выключил уведомления от моего приложения, и на этом, собственно, все. То есть или как-то это по-другому будет работать, и это нельзя будет отключить, тогда это плохо. Не-не-не, здесь подразумевается, что конечный разработчик сам выбирает, хочет ли он монетизировать свое приложение. Да, это я понимаю. Я просто про то, что типа это же фактически юзер просто отключает уведомления и все. Ну да, но здесь как бы нужно баланс соблюдать. Ну да, я понял. Не каждый пуш, а каждый второй пуш рекламный. Да, я понял. И последний такой тоже небольшой наброс, то есть вот эта вот схема с unified пушами, которую вы в конце показывали, мне кажется, довольно интересная тем, что это получается почти P2P пуши. То есть у нас получается реально там, грубо говоря, каждый, кто поддерживает unified пуши, ну, завязан на них, он может быть и провайдером. Правильно я понимаю? Да, все так и есть. И если вы зайдете на, ну, загуглите просто unified push, зайдете там на сайтик, посмотрите, почитаете, там на самом деле не очень много информации сейчас про них, но все вот эти модные приложения, которые очень секурные, там, TOX, MELIX, какие-то еще там чатики, они все очень это пропагандируют, и, собственно, они это разрабатывают, потому что они такие peer-to-peer, и вот давайте еще тоже пуши сделаем peer-to-peer. Ну, это прикольно. Спасибо большое за доклад еще раз. Не за что. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Вот на данный момент мы не используем restore push, у нас есть Firebase, есть Huawei. Стоит ли нам сейчас интегрировать ваше решение на использование вот этих двух провайдеров, пока без restore, но быть всегда готовым, если push отключат, чтобы тут же подключить restore push. Конечно, стоит. Спасибо. Добрый день, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а что по деньгам? Бесплатно ли? Абсолютно бесплатно. Есть ли перспектива, что оно в дальнейшем останется бесплатным, потому что все-таки Firebase бесплатен? У нас такие KPI, что мы скоро вам будем доплачивать, чтобы вы ставили наши стыки? Здравствуйте, спасибо за доклад. А такой вопрос к вендорам не заходили с вопросом включения этого в прошивку. То есть у нас, например, ну, GLONASS сейчас в каждом телефоне, да, нельзя ли к нашим китайским друзьям, там, например, зайти и попросить их? Очень хороший и очень скользкий вопрос. Я не думаю, что я могу прям про все рассказывать. Я точно знаю, что у нас там бездевы ходят к вендорам. Я могу напомнить пример с Samsung, когда они захотели свою операционку, сказали, что у них будет NZ, а Google сказал, что мы вам не продлим сертификацию. И в контексте этой истории можно примерно представить, как у нас происходит общение с вендорами из Google. Спасибо большое за доклад. А такой вопрос. Потенциально приложение, не связанное с ВК, может стать дистрибьютором? Этот вопрос тоже на обсуждение. На самом деле мы про это думали. Здесь, в общем-то, важно, чтобы ВК доверяла этому приложению, и важно, чтобы у этого приложения была какая-то авторизация, там, например, через тот же ВК-ID. То есть в целом это может быть какое-то партнерское приложение. Это не может быть точно любое, вот 100%, что вы там пришли в Рустор, подключили ВК-ID обычный, да, внешний, и сказали, все, я хочу тоже дистрибьютор пушей. Так точно мы делать не будем. Все-таки очень sensitive информация гоняется периодически. Но на каком-то партнерстве, то есть это могут быть не ВК-шные приложения, это могут быть какие-то приложения партнеров ВК. Но да, надо понимать, что информация достаточно sensitive, и просто так кого-то подключать мы не будем, конечно. Ну и, естественно, вы будете выбирать дистрибьютора, который будет включен. Да, 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 да. У нас отдельно хранится список всех дистрибьюторов, мы его там отдельно обновляем, отдельно проверяем, и, конечно, просто так не включиться в эту схему. Спасибо большое. Привет, спасибо за доклад. Вопрос такой. Если, получается, у нас несколько дистрибьюторов могут быть, это приложение ВК, ВК-почта, это Рустор, и алгоритм выбора дистрибьютора находится на бэкэнде, можно ли приоткрыть немножко завесу, как именно мы арбитрируем и выбираем дистрибьютора? Я предлагаю этот вопрос обсудить в дискуссионном зале, потому что он достаточно обширный. Я боюсь, что мы все оставшиеся 10 минут будем рассказывать, как это работает, если никто не против. Даня, ты что думаешь? Наверное, отдельно. Ну, я думаю, да, мы можем побольше рассказать в дискуссионной зоне. Да, но в целом достаточно такой довольно нетривиальный механизм получился, который там очень долго можно рассказывать и обсуждать. Давайте мы вам отдельно расскажем. Спасибо большое за доклад. А подскажите, вот, допустим, в Русторе, если человек установил Рустор, но там не залогинился, то ему не приходят пуши. Все так. И таких клиентов, вот, по аналитике, просто я там смотрю дашборд, ну, такой нормальный процент. Нельзя ли как-то это изменить? И зачем вообще пользователю вот этот вход по ВК? Пользователю вход в ВК? Ну, я могу рассказать в контексте пушей. В контексте магазина на самом деле тоже понятно, потому что если вы хотите, например, продавать платные приложения, то вы не сможете продать платное приложение пользователю, который не регистрирует. Нет, я понимаю. Но это как бы сервис, по сути, который не сильно ассоциирован с магазином приложений. То есть он просто провайдером выступает. В пушах работа пушей построена на том, что нужно получить пуш-такен. И этот пуш-такен хранится у нас на серваке, у нас там в хранилище. И если мы не будем проверять авторизацию, генерируя этот пуш-такен, то мы не защищаемся от флуда никак. Нам могут прийти и просто нафлудить запросами, а мы нагенерируем просто тонну этих пуш-такенов и через полчаса умрем от этого. Спасибо. Еще вот второй вопрос. Там я видел на слайдах WebSocket, мелькал. Не знаю, может, не совсем к теме конференции это относится. А почему WebSocket? Просто много, ну, жалуется на Рустор, там телефоны, что много батарейки, кушает. Да, батарейка — это болезненная тема для нас. Все так. WebSocket, потому что, чтобы делать похоже, как с Firebase, чтобы получать пуши максимально быстрее. На самом деле WebSocket — это скорее оптимизация для скорости, потому что мы через WebSocket работаем, когда можем. Большинство пуши мы получаем обычным полом, который раз в сколько-то минут забирает пуш-уведомления по HTTP-серверу. Но WebSocket, да, мы держим, опять же, для того, чтобы часть пушей отдавать моментально, и там не было вот этих ползапросов и так далее. С батареей — это отдельная больная тема, потому что мы не работаем так... У нас нет доступа к операционке, да, как у Firebase, и мы не сможем так работать, как работает Firebase, поэтому мы стараемся там как-то делать какие-то оптимизации, меньше запросов, меньше там idle-вызовов и так далее, но все равно мы будем работать хуже, чем Firebase в этом плане. Тут уж, к сожалению, с этим... Это как бы постоянный процесс, который будет там улучшаться, но там до тех результатов, которые показывает Firebase, пока у нас не будет там доступа к операционке, мы, к сожалению, не сможем прийти никогда. У меня еще один такой коротенький вопросик, прям есть тоже связан с авторизацией. Как Google решает эту проблему? Честно, я сейчас просто задумался, и я вот не помню, то есть если мы там не залогинены в учетку Google, будут ли нам приходить пуши? И вот поэтому интересно, потому что, ну, явно у них тоже есть такая проблема. Ну, понятно, у них МС мощностей больше, но я сомневаюсь, что они это решили просто там в тупую железом, скорее всего, они как-то это обрабатывают более лояльно. Ну, и в целом там отказ авторизации мог бы там ретеншн, грубо говоря, повысить каким-то образом, наверное. Спасибо. Отличный вопрос, да, на самом деле. Они могут получать ID-шники свои в системе. Это что-то похожее на ГАИД, как получается гугловский Advertisement ID. То примерно так же они получают ID-шник для того, чтобы там выписать пуш-такен и обменивают этот ID-шник на пуш-такен. И, соответственно, они там на 100% уверены, что это уникальный девайс, который получает пуш-такен, там, а не запросы откуда-то еще. В общем, опять же, это на самом деле туда же. У них есть доступ к операционке, к андроиду, к своим сервисам, и они там могут воротеть, что хотят. Они там могут фингерпринтинг делать, они там могут делать там что угодно. Мы, к сожалению, у нас такой немножко такой бомжатский подход. Мы ограничены там в своих возможностях, к сожалению. Но стараемся, да. Поэтому вот авторизацией пользуемся, это самое надежное. Мы думали про там фингерпринты какие-то или, возможно, какие-то, опять же, те же ГАИДы. Ну, понятно, что мы ГАИДы использовать не можем, потому что, опять же, это технология Гугла. Мы боимся, что они там для нас ее закроют. Но какие-то фингерпринты, они, к сожалению, там не показывают хороших результатов, которые нам нужны. Проще авторизовать пользователя или там, ну, отправить пуш не тому пользователю страшнее, чем там не отправить пуш вообще. Там в зале еще есть руки. Ага. Да, еще хотел уточнить, а вот нотификация пуша, она будет нотификация дистрибьютора или приложения. Хорошего уточнения. Нет, пуш, пуш это, наверное, просто у нас уже такая профдеформация. В дистрибьютор просто приходит джейсончик какой-то, который он там прочитал с сервера. Он этот джейсончик отправляет в конечное приложение, в SDK наше, которое устанавливается в конечном приложении. И в конечном приложении уже системными функциями просто show notification вызывается. Поэтому конечный пуш будет показан от лица, ну, от прав конечного приложения. А все. Никаких. Да. Через idle запроса он его дергает, да, все так. Ну, а еще тут могу дополнить, что необязательно в SDK-шке отрисовывается пуш. Просто ключик дата, если указывается в джейсончике, то он просто приходит к вам в сервис, который вы наследуете, и вы можете сами обработать уже, как и FITM в принципе. Кажется, еще руки были, но сейчас я не вижу. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Правильно ли я понимаю, что вся система с авторизацией внутри Рустора может работать и так, что пуши будут приходить, если человек не зареган в самом ИРУ, ну, не авторизован, но при этом у него стоит на телефоне тот же самый ВК, в котором он зашел, залогинен и так далее. Или вы это не делаете? Сейчас нет, потому что сейчас мы пока еще, у нас нет интеграции с самим ВК, да, с самой социальной сеткой. Мы в процессе нескольких интеграций, про которые мы пока не хотели бы говорить, потому что тоже там к ребятам могут возникнуть вопросы. Но в целом, да, в целом, если там пользователь не залогинен в Рустор, но залогинен в какое-то условное другое приложение ВК, да, в сетку, например, для примера, то тогда, да, тогда авторизация будет использоваться вот так, где он залогинен. Окей, спасибо большое. У нас осталось три минутки. Да, спасибо за доклад. Я заметил, когда показывали документацию с тем, как подключаются провайдеры, то есть провайдер ВК, ФЦМ и Хуавей. И это не какой-то абстрактный лист провайдеров, а они прямо конкретные. То есть не получилось сделать максимально абстрактный интерфейс, чтобы я при желании, мало ли мне захочется, смог реализовать свой. На самом деле, я здесь, наверное, вернусь быстренько на этот слайд. На самом деле у нас есть как раз абстрактный пакет, да, вот этот верхний universal push. Это, по сути, абстракция над всем чем угодно. А в push.fcm, push.hms, push.store уже конкретная реализация хранится. То есть, чтобы добавить новый провайдер, нам нужно сделать push. Аврора, например. Ну, не знаю, не Аврора, ладно, это не Андроид. Что-нибудь связанное с Андроидом. И в universal push он его подтянет и будет использовать. У нас пока нет прям совсем абстракции, потому что инициализация у нас вот так выглядит, и сюда нужно будет добавить этот новый провайдер, чтобы с ним работать. Но, в принципе, особо ничего не мешает сделать максимально универсальный интерфейс, который будет работать с массивом провайдеров, и можно будет добавлять в любой конфигурации, можно просто набивать этот массив будет. Ну да, это как раз и есть мой вопрос. Можно ли здесь массив передавать? Сейчас пока нет, но мы думаем над этим. Каких-то проблем с этим, по крайней мере, не видится. Скорее всего, мы так и сделаем. У нас тут время кончается. Мы, конечно, можем резервные 5 минут еще использовать, которые у нас есть. Просто в чатике накопились вопросы. Давайте тогда последние вопросы с зала, потом чатик почитаем и уже в дискуссионной зоне продолжим. Небольшой вопрос. На приставках и телевизорах, как правило, нет магазинов, кроме Гугла, и там довольно сложно авторизовываться юзеру из-за фокусного ввода. Кто там планируется будет дистрибьютором? Есть ли такой? И вообще, как это может быть устроено на приставках? Это, кстати, замечательный вопрос, как и все остальные. И, наверное, здесь даже шире вопрос. К нам буквально недавно пришли ребята с похожим запросом. У них есть девайсы на стареньких андроидах, на чистых андроидах, без вообще каких-либо сервисов. И мы такие, ого, нифига, какие запросы бывают, короче. И, в принципе, вот тот пакет русторовский, да, который стандартный русторовский, он не завязан никак на Firebase или на HMS, и через него можно будет работать. То есть, если на девайсе, например, вообще нет ни рустора, ничего, то в целом, ну да, вы не сможете в таком виде использовать, как сейчас, но сама механика, сама логика, наш сервер, например, использовать все равно можно будет. И в целом мы могли бы, наверное, написать такой пакет, который сможет получать пуши вообще без дистрибьютора. Сейчас, да, сейчас этим никак не воспользоваться, но, между прочим, рустор, возможно, скоро тоже будет на всяких других девайсах, и там тоже будут пуши в каком-то виде. Но пока что у нас просто не так много таких запросов, не так много там партнеров приходит или там каких-нибудь людей и в поддержку пишут, что, а вы знаете, я там запускаюсь на телевизоре или там на CarPlay каком-нибудь, и там не смогу даже поддержку пушей подтянуть. Вот, в общем-то, пока этого мало, и пока мы это не делаем. Но если будет много запросов, то да, мы такое тоже сделаем. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!